В моем детстве, в 1984 году, я посмотрел один фильм, название которого не запомнил. Но в этом фильме оружие было показано самым интересным образом. Это было предсказание, каким будет оружие через много лет, по мнению авторов. Этот фильм называется «Охота на роботов». И сегодня мы будем говорить не о косяках этого фильма, а о том, каким удивительным образом 40 лет назад они предсказали оружие, которое используется сегодня. Главным героем этого фильма стала установка, запускающая самонаводящиеся ракеты. Это миниатюрные боеприпасы, которые находят свою жертву среди многих других и поражают ее по принципу «выстрелил, забыл». Наша установка похожа на пистолет и содержит несколько, по размеру магазина можно предположить, что четыре ракеты, которые наводятся по тепловой сигнатуре. В этом фильме сказано, что тепловая сигнатура у человека, она уникальна, как отпечаток пальца. В фильме показан и разобран боеприпас, который используют злодей. Вот такая вот штука. Ракета, которая летит на достаточно большое расстояние. Я думаю, что любители оружия, конструкторы, посмотрев на это изделие, усомнятся в ее эффективности, в том, как работают эти крылья и зачем у нее такая бутылочная форма. Но, тем не менее, надо сказать, что на протяжении последних десятилетий эта тема не уходит из головы инженеров и конструкторов оружия. Из, можно сказать, из гуманных соображений, чтобы не было ущерба тем людям, которые не задействованы в войне, в боевых действиях или в антитеррористических операциях. На сегодняшний момент были достигнуты определенные успехи в этой области. И действительно, самонаводящиеся боеприпасы появились. Но, надо сказать, что они не летают, словно ракета, поворачиваясь на 180 градусов и преследуя страуса или койота, как в мультике, нет, так боеприпасы еще не работают. И если мишень движется, они могут подправить свою траекторию таким образом, чтобы в итоге попасть в мишень. В этом фильме мы видим функциональных роботов, что, в отличие от того же Терминатора, гораздо ближе к жизни. Те человекообразные роботы, которые созданы сегодня, выглядят, как говорит молодежь Кринжова. Они не напоминают человека до сих пор, и плоть на них не живая, а какая-нибудь силиконовая. А вот функциональные роботы существуют уже повсюду и повсеместно. Это те самые роботы-пылесосы, например. Это те роботы, которые моют стекла, и это те роботы, которые участвуют, например, в разминировании эти широко используемые устройства. Для того, чтобы обезопасить жизнь человека, подъезжают к устройству, могут его разрушить, исследовать, снять или провести газовый анализ. В фильме показаны разнообразные дроны. Дрон, который перемещается на своих колесиках по почве. И действительно, такие дроны есть. На них могут прикрепить взрывное устройство, они подъедут к нужной точке, и произойдет подрыв. Они предугадали намного-много лет вперед то, что мы видим сегодня. В этом же фильме они показали абсолютную диковину, которая на тот момент была фантастикой. Это летающий дрон. Да, там он летал на веревках. Сегодня мы видим, что летающие дроны, правда, с четырьмя пропеллерами, сплошь и рядом используются и для видеосъемки таких роликов, как наши, и в том числе на войне. Еще одно чудесное предсказание – это использование гражданских цивильных роботов в военных, ну, либо в преступных целях. И мы действительно видим, как используются, например, те же дроны, которые предназначены для гражданского использования, в совершенно новых целях. Кстати, законодатели, я думаю, уже на пути к запрету всех дронов. Заодно, я думаю, пылесосы тоже нужно запретить. На них ведь можно закрепить нож. Не так давно, в 2018 году, на президента Мадуро было совершено покушение с помощью трех дронов, на которые была закреплена срывчатка. Дроны представлены изобретательно. Там используется не только их возможность залететь в любое место и найти мишень, но также использовать, например, отравляющий или усыпляющий газ. Если применение на открытом воздухе такого средства поражения сомнительно, но в закрытом помещении, как и показано в фильме, это вполне реально. Также в фильме предсказано и использование роев, то есть целой группы дронов, которые, действуя согласованно, атакуют мишень одновременно с разных направлений. Здесь эти роботы паукообразные, но что интересно, они сами ищут свою мишень. У них есть так называемые мозги, как в фильме объясняется, там есть обнаружение с помощью термальных приборов, и они по сигнатуре человека находят мишень. Я не знаю, могли ли авторы фильма еще тогда представить, насколько актуальной и в какой-то степени устрашающей может быть тема дронов в наши дни. Знали они, что попадут прямо в точку или нет? Ведь Министерство обороны крупных держав в те годы делали ставку на большие калибры, баллистические ракеты, подводные лодки, авианосцы, разное ракетное вооружение. Кто бы мог подумать, что сегодня крохотный дрон может стать главной смертельной угрозой. Режиссер этого фильма Майкл Крайтон в первую очередь был не режиссером, а писателем-фантастом. Кстати, именно он написал книги «Парк юрского периода», «Рой», «Сфера» и «Мир дикого запада». Удивительно, как он более 40 лет назад осознал, какова опасность искусственного интеллекта в связке с обычными бытовыми роботами и дронами. Как он предвидел не только техническую часть, но и тактику их действия. Я сказал, что мы не будем рассматривать косяки, но все-таки вот в этом эпизоде я должен заметить, что наш герой Том Селек, когда ситуация с заложниками, он убирает пистолет, при том, что оружие в руках бандита остается. Это вопреки всяким протоколам, это вопреки всяким инструкциям. Так поступать не нужно, потому что он ставит в опасность и себя, и заложника, и всех других. Наш бандит выбежит из помещения после того, как черные дела свои сделает, и продолжит стрельбу. Безусловно, бандита надо заблокировать, но отдавать ему свое оружие не имеет никакого смысла. Ну и, конечно, в те времена еще все бегали с пальцем на спусковом крючке, что бесит спортсменов и специалистов, которые работают с оружием. Они думали, что у полицейских на вооружении будет лазерное оружие. Но дело в том, что лазер до сих пор не может стать, и, наверное, не может по причинам физических законов, не может стать оружием, которое что-либо уничтожает на расстоянии. Да, мы можем лазером исправлять сетчатку глаза, мы можем резать металл, но это совсем другой лазер. И для того, чтобы резать металл, станок должен быть огромного размера. И он фокусирует на очень короткой дистанции тот самый луч, той самой мощности, которая способна прорезать лазер. Были лазерные установки, которые использовались при тушении пожара. Тогда на то, чтобы перерезать вот такой вот толщины столб из металла, ушло куча времени. Установка была огромного размера. При этом, конечно, чтобы использовать портативный лазер, который мгновенно бы прожигал роботов, этого не случилось. Лазер можно использовать как средство обнаружения, как средство целеуказания, но не как оружие, поражающее цель. Подтверждением этих слов являются и многочисленные программы, в том числе программы армии США, которые предназначены уничтожать дроны на расстоянии. Но речь идет о пластиковых дронах. И то, что здорово выглядит на презентациях, по факту не происходит. Они с трудом прожигают пластиковые дроны, которые находятся на близкой дистанции. И все эти системы до сих пор не приняты на вооружении. Так что лазерных пистолетов не случилось. Просто потому, что не имеет смысл возить с собой целый огромный грузовик с батарейками, в кавычках. Давайте скажем прямо. Для того, чтобы уничтожить дрон, не нужно его сжигать. Можно просто прервать радиопомехами сигнал управления, и он упадет и разобьется самостоятельно. А можно вместо лазерного луча, прожигающего пластиковый дрон, использовать обыкновенный дробовик с картечью или дробью. То, о чем я сейчас рассказал, далеко не все, что вместилось в этот удивительный фильм. Поразительно, как в него вместилось только предсказание, опережающее свое время. Голосовое управление. Сейчас мы его знаем, например, как интерфейсы Siri или Алисы. Видеозвонки, беспроводные наушники типа AirPods, самоуправляемые автомобили, распознавание по лицу, управление жестами и, конечно, искусственный интеллект. Все это мы увидели сегодня в реальности, в нашем 2023 году. Зрителю 80-х годов мог показаться странным или даже глупым эпизод, когда бытовой робот-помощник вооружился обычным револьвером. Но для нас сегодня это уже не выглядит странно. Мы видим, как обычное стрелковое оружие устанавливают на современных роботах сплошь и рядом. А вот здесь показан газоанализатор. Сейчас газоанализаторы есть, наверное, в каждом аэропорту. Кстати, в то время не было ни мобильных телефонов, ни плоских экранов, но у полиции показаны плоские планшеты, что-то типа айпада. Также в фильме предсказана система активной защиты. Да, она там все еще с лазером, но эта система сама обнаруживает подходящие боеприпасы, подлетающие боеприпасы и подъезжающие, и уничтожает их на расстоянии в автоматическом режиме. Например, на танке Меркава установлена система Трофи, которая уничтожает подлетающие ракеты и подлетающие боеприпасы и гранаты на расстоянии. И делает это в автоматическом режиме. Разумеется, другой режим и невозможен. Человек не успеет среагировать, обнаружить и попасть. Поэтому, естественно, в автоматическом режиме. И эта система сейчас устанавливается на некоторые новые танки и разрабатываются похожие и аналогичные ей системы. Так что в этом еще одно было удачное предсказание. Мне кажется, мир оружия и кино вообще неразделим. Скоро будут выпущены новые интересные проекты. В том числе и фильм Майкла Мана «Схватка 2» по-английски «Хит». Мы все знаем, что это один, наверное, из лучших фильмов в плане реалистичности применения оружия, где была эта знаменитая перестрелка на улицах Лос-Анджелеса. И все просили в комментариях обсудить. Но я боюсь, что ее уже обсудили тысячу раз. И тысячу первый раз тут уже ничего не добавят. Но я думаю, что когда выйдет фильм «Схватка 2», это должно уже произойти достаточно скоро, там будет что-то подобное. Я практически уверен, что там будет похожая перестрелка. И вот ее мы уже обязательно с вами обсудим по горячим следам. Также вскоре мы увидим вторую часть «Ветреной реки», о которой у нас на канале был «Стрелковый разбор». И фильм хороший, и по части оружия там все на высоком уровне. Рекомендую посмотреть это видео на нашем канале. А печально известный Алекс Болдвин все-таки доснимет со второго раза свой вестерн. Да, они нашли еще одного оператора. Да, сохранит его Господь. А позже подоспеет и новый «Аватар», когда все смотрят, видят подводные миры и иные планеты, а мы с вами видим новые модели пушек и то, как синие люди грамотно перезаряжаются. Кстати, режиссер Джеймс Кэмерон еще и вырезал 10 минут с перестрелками из второй части «Аватара». Говорит, что не хотел делать из оружия фетиш. Ну-ну, говорит тот человек, который привил любовь к стволам миллионам людей, включая меня, на всю жизнь. А вот его коллега Стивен Спилберг, напротив, в недавнем интервью рассказал, что сожалеет о том, что с помощью компьютерной графики заменил пистолеты в руках полицейских на рации. Так держать, Стивен. Друзья, у нас есть телеграм-канал и обязательно подпишитесь на него. Там каждый день выходят новые интересные материалы и мы общаемся с нашими подписчиками напрямую, делясь в комментариях своими мнениями. В том числе, выбираем фильмы, которые будут обсуждаться в следующих роликах. А следующий фильм для стрелкового разбора мы выберем голосованием в нашем телеграм-канале. Заходите проголосовать по ссылке в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся снова. В эфире специальный выпуск новостей. Мы продолжаем следить за событиями в Нью-Йорке. Буквально минуту назад... ...выпуск новостей. Сегодня вечером в телецентре Останкино произошел пожар. ...выпуск новостей. ...выпуск новостей. ...выпуск новостей. ...выпуск новостей.